Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть вас Бог благословит в эти рождественские дни, и пусть Дух Святой коснется вас. И знаете что, когда мы празднуем что-то день рождения, вот мы приходим на день рождения, всегда есть причина этого дня рождения, это именинник. И когда мы приходим на день рождения, мы никогда не приходим с пустыми руками. Мы что-то дарим. Вы так? Мы приходим, мы дарим, мы делаем человеку радость, мы говорим, как здорово, что ты появился, как здорово, что ты есть, на, держи подарок, я так рад, что ты есть. Вот, держи, внимание, я не знаю, там открытку, шоколадку, или деньги, или игрушку, или там, знаете, игрушки разные бывают. Есть детские игрушки и взрослые игрушки. Кому-то машину дарят, там, знаете, настоящую, там тоже игрушка, чуть подороже. И вы знаете что, эти дни, рождественские дни, давайте Иисусу сделаем подарок. Какой подарок мы можем сделать Иисусу? Просто задумайтесь. Если и так все его, ты скажешь, это мой дом, это не твой дом, это его дерево, это все его молекулы в твоем доме, ты не свой, ты не появился сам по себе, все не твое, ты родился здесь, все до тебя уже было, природа была, ресурсы были, все, ты просто взял из Божьего, что-то себе сделал, сделал шалашик. Ты не можешь сказать, что это 100% мое? Ведь ты же это не создал, это было уже здесь. То есть я нормально хочу, чтобы мы все понимали. Так что мы Иисусу можем подарить, если и так все его? Мы можем подарить Ему сердце наше. Мы можем подарить Ему жизнь. Знаете, вот когда Иисус рождается, это точно, жизнь человека меняется. Я свидетель, я очевидец, моя жизнь изменилась. В тот момент, когда Рождество Иисуса Христа произошло в моем сердце, в моей жизни, моя жизнь на 180 градусов, не на 179, на 180 градусов повернулась, и я пошел в другом направлении, следуя за Иисусом, в жизнь вечную. Что мы можем подарить Иисусу? Представьте, мы празднуем Рождество, дарим друг другу подарки, но не имениннику. Мы говорим, с Рождеством, с Рождеством. Хай, дюля, хи ваёла, мэри крисмас. С Рождеством Христовым. Давайте Иисуса обратим внимание на Христа, тот, кто родился. И знаете что? Конечно, Иисус не является младенцем, потому что каждый год даже к человеку приходя, мы видим, что человек взрослеет. И тем более Иисус, Он не маленькая личность, Он личность, от которой зависит вся вселенная. И давайте Ему подарим нашу жизнь. Я хочу просто, чтобы мы сейчас услышали, жизнь в послушании Ему. Знаете, если мы будем жить жизнью, той жизнью, которую Он для нас приготовил, это самый большой подарок для Него. Иногда дети спрашивают, какой подарок тебе сделать, папа или мама? Мы говорим, послушание. Будьте послушны, ведите себя хорошо. И вы знаете, Иисус, ты Ему ничего не можешь подарить, у Него всё есть. Ты Его ничем не удивишь, никаким подарком. Но, если ты будешь жить той новой жизнью, ведь когда Иисус рождается в жизни, в сердце человека, у человека появляется новая жизнь. Если ты будешь жить этой новой жизнью, и позволишь Иисусу расти, ведь когда Иисус рождается, у Него есть день рождения и есть рост. И вот если ты Иисусу позволишь расти в твоей жизни, это Его будет самая большая радость, это самый большой подарок для Него. И если ты позволишь через тебя уже рождаться в жизнях других людей, ты будешь благовествовать, Иисус будет рождаться в сердце одного человека, другого человека, третьего человека, Иисус будет тебе благодарен для Него. Это самый большой подарок. И ещё, если ты принесёшь Царство Божие на эту землю, Иисус будет радоваться, потому что это будет ответ на Его молитву. Это, кстати, Его молитва. Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Он хочет, чтобы на небесах, на земле не было войн. Почему? Их нет на небесах. А что есть на небесах? Вот это Он и хочет, чтобы мы, верующие, приносили на землю. Аминь. Итак, тема будет в проповеди называться «Личность, изменившая мир». Рождение Иисуса Христа повлияло на всю историю человечества и спасло каждого. Я хочу сказать так, что когда Иисус родился на земле, Он родился, и у Него были цели Его рождения. Первая цель – это спасти человека. Вторая – научить его жить новой жизнью. И третья – привести нас на небеса. Потому что ни один человек не мог подняться на небеса без Иисуса. Никто не мог этого сделать. Потому что Иисус сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как…» Продолжите дальше. «Только через Меня». А мы, знаете, иногда говорим, «А что же насчет других религий?» Послушайте, Иисус сказал, и мы Ему верим, что только через Него можно попасть на небеса. Если ты хочешь попасть на небеса, тебе нужно верить в Иисуса и принять Его. Если ты хочешь правильно ездить, без ошибок, без аварий, то тебе нужно соблюдать правила. И правила одни для всех. Зеленый свет – так зеленый свет. Он для всех религий. Он для всех народов. Поймите, если кто-то приедет из другой страны и будет говорить, «А я считаю, что можно ездить на желтый или на красный». Нет, нельзя. Правила есть правила для всех. Также и для всего человечества есть правила. Есть Иисус, в Которого надо уверовать и Которого надо принять. И тогда ты будешь спасен. Ты будешь жить благословенную, счастливую жизнь здесь на земле и продолжишь, и перейдешь в вечность, и будешь там продолжать. Здесь на земле люди будут плакать. Умер такой-то, такой-то. А он такой будет думать, «А что они плачут мне так хорошо на небесах?» Послушайте, когда человек переезжает из одной страны, например, из бедной страны, он переезжает в богатую страну, и его материальный уровень жизни поднялся, смотришь, у него там состояние появилось, поместье появилось, наследство появилось. Мы из-за него не печалимся, мы наоборот радуемся, мы говорим, молодец, там все, там у него нормально, пошли дела. Вот Иисус, он пришел решить нерешимую проблему. И я хочу отметить, что именно вот причиной Рождества, причиной, вот рождественские дни, да, причиной Рождества стал падший человек. не просто человек, который находился в бунте против Бога, в агрессии против Бога, в непослушании, в грехах, потому что грех – это бунт против Бога. каждый раз, когда мы делаем грех, мы идем в бунте против Бога, против Бога, потому что грех, он направлен именно против Божьих правил. И это произошло. Вы знаете, что, когда Бог создал человека, они были в раю, был Адам и Ева, Бог сказал им, дал им инструкции, вот вы живите в раю, у вас все есть, я для вас сделал максимально все, но не кушайте от этого дерева. И знаете что? Они не кушали и не собирались с этого дерева кушать. И они бы это никогда не сделали, если бы не пришла другая перспектива. Понимаете? Если бы не пришла другая информация, другое мнение. Вот я хочу сказать сейчас к верующим. Вы услышали об Иисусе, вы приняли. И вы так радуетесь, и у вас так классно, все наладит. И потом вы слышите, вам уже там в мире кто-то по ушам ездит и говорит, это секта, они такие зомбированные, они там с вас деньги вытащат, они там такие-сякие. И вы не представляете, что вы начинаете, вы сначала в церкви поверили, вы поверили верующим, и вы так возрадовались и говорите, слава Богу, слава Богу, я прям такой весь свободный. Потом вы услышали другое мнение, и вы такие, да, да, я буду теперь внимательным, я буду подозрительным. И вы уже не можете вот с той наивностью принимать Слово Божье, с тем открытым сердцем. У вас кажется, что кто-то, что-то, где-то, что-то против там, что-то, где-то не то, что-то не так. Послушайте, Адам с Евой могли сто процентов верить Богу. Почему? Они видели любовь и заботу. Они видели, что в том раю, в котором жили они, если бы мы там хотя бы на час попали бы, слушайте, мы бы отдохнули на всю жизнь вперед. Какие плоды там были? Поймите, что это был рай. Это не просто сад был. Ты просто в сад приходишь, ты уже в восторге, ты уже наслаждаешься, да? А ты представь, это был Божий, Божий сад. Это был рай, там ароматы, там присутствие, там легкость, там джинь, там радость, там настроение, там все, солнце тебя не палит, поверьте, что они не прятались там от солнца, от жары. Все было классно и комфортно. И они верили Богу, они говорили, Бог, мы с тобой согласны. Но пришел дьявол и сказал, и вы что, поверили? Вы что, наивные что ли? Вы что, дурачки что ли? Вот так и так. Ешьте давайте быстрее, пока Бог не убрал это дерево. Потому что он боится, что вы станете, как он. Он боится, поэтому сказал, не трогайте. И они поверили. Это проблема людей. Мы никогда не грешили бы, если бы нас не научили грешить. Да не способен ребенок грешить. Не способен. У него нету ничего плохого. Он рождается, он как будто бы, знаете, вот белый лист бумаги. Он не умеет грешить. Всему он потом обучается. Врать, красть, обманывать, хитрить. Манипулировать. И так далее. Он этому всему учится. У кого? У нас. У кого мы научились? У Адама. У Адама мы научились жить грешными. Жизнью. Он передал нам по генам, передал нам греховную натуру. Этого изменить не мог даже Бог. Потому что у человека есть свобода выбора. Бог этого не мог. Поэтому Бог посылает второго Адама, спасителя, на этот мир. Снимается с него все возможности. Возможности Сына Божьего, Божества. И он просто рождается человеком. Простым человеком рождается от человека, от девушки. Значит, он был от Святого Духа. Это единственная разница. Но он рождается. И цель, цель Иисуса прожить эту жизнь и научить нас жизнь. Он как наш отец. Вы знаете, вот у нас был раньше отец Адам. Он наш отец. Если вы говорите, вот у меня отец. Вот мой отец, его звали Павел. Но если сократить и увидеть, то наш отец это Адам. Он нам позволил жить. Он был первый человек, кто поселился на этой земле. Он. И от него все человечество пошло. Все остальные отцы. Поэтому мы, шагая назад по цепочке, попадаем к Адаму. И Адам, он не удержался в присутствии Бога. Он согрешил и покинул Божий рай, Божие присутствие. Все возможности у него были забраны. Все. И поэтому, чтобы изменить ситуацию и вернуть Адама к Богу, должен был прийти Спаситель. И он сделал сложную функцию. Вот посмотрите. Нельзя было так вот сделать, к примеру. Адам согрешил. И вот, знаете, и вот он мучился столетиями, например. Люди жили без Бога, да? Бог же выслал их из рая. И вот люди жили без Бога. И мучились, и страдали. И поклонялись идолам. Поклонялись бесам. Упрашивали, чтобы они их не убивали. В жертву детей своих приносили и так далее. И вы знаете, что? Невозможно было Богу сделать так. А дай я пущу его. Дай я человека к себе пущу в дом. Он исправится. Нет. У него измененная ДНК. У него измененная суть. У него уже характер. У него природа. Он пропитан и изменен грехом. Он уже на всех уровнях не похож на Бога. Что-то похожее осталось в человеке на Бога. Поймите, чтобы человек был создан по образу и подобию Бога. Скопирован с Бога. Но после греха от него осталось похожее что-то. Нечто похожее на Бога. И Богу настолько было горестно смотреть на это. И Он понимал, что никто человека переучить не может. Как и вы не можете обезьяну переучить. Поймите, Бог не мог перевоспитать человека. Я вам объясню. Давайте вспомним. Старый Завет, он основывается на пророках. Это люди Бога были посланы на землю, чтобы вернуть человечество к Богу. И что? Кто вернулся? Пророк Исаия что пишет? Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Кому открылась сила? Знаете, пророки это тоже люди Бога. Они слышали Бога и приносили людям информацию от Бога. Эта информация резала вслух. Вы представьте, вы грешите? И у вас как бы все нормально. Приходит пророк и говорит, ты грешишь. Это нельзя делать. Ты против Бога идешь. Ты такой думаешь, ты как бы портишь свою картину. Ты вообще все испортил, всю еду, всю малину, как говорится. Давайте этого пророка убьем. И они все заканчивали практически смертью. Пророки. Потому что они приносили информацию от Бога. А какую добрую информацию от Бога можно принести, если человек грешит и направляется против Бога? Богу вначале нужно решить этот вопрос, а потом уже там учить, информацию другую давать, жизнь с избытком. Вот поэтому они 40 лет блуждали. Они не могли, потому что Бог не мог грешников ввести в святую землю. Не мог. Этот Содом и Гомора появился бы сразу же. Поэтому он пытался человека изменить. Бог что, не пытался? Пытался. Пытался, но у него ничего не получилось. Потому что все бесполезно. Это обезьяна, которую невозможно переучить. Невозможно перевоспитать обезьяну. Она такая смешная и будет до конца. Бог нам ее именно создал для радости, наверное. Для того, чтобы мы хохотали. Но ей не смешно, она серьезно все делает. Понимаете? Она серьезна. И вы знаете что? По этой причине пришел Иисус. Родился в мир. И только после рождения Иисуса Христа, вот сейчас слушайте внимательно, человек может переродиться и получить новую природу Бога. И каждый рожденный свыше верующий, у него другое мышление. Он перерождается. Это то, что не мог Бог достичь через пророков, через Ветхий Завет, через закон, через десять заповедей. Он достигает через Иисуса. Потому что Иисус, рождаясь в жизни человека, преображает жизнь. Он преображает то, что не мог сделать закон. Даже строгий закон. Вы что думаете? В законе было написано, не убей. Убьешь, тебя тоже могли убить. Не прелюбодействуй. Если прелюбодействуешь... Слушайте, сколько людей сейчас прелюбодействуют? Направо, налево. И что надо было по закону? Надо было взять прелюбодея, схватить его и прелюбодейку. Поставить перед всем народом и побить камнями. И это одобрение Бог вот так вот сказал так делать. Представьте, убивают людей просто за то, что они были вместе, имели близость. Может быть, даже любили друг друга. Но они прелюбодействовали, они не заключили брак. Это был закон. Закон был такой. Что думаете, люди не прелюбодействовали? Еще как прелюбодействовали? Да ничто человека не напугает. Вот сегодня есть такой один пастор, Виктор, пугает Адам. Сколько про ад говорю, что люди напугались? Ну и привыкли уже. Страшилки сейчас опять будет Адам пугать. В аду страшно, там много верующих, таких-сяких. Кто кого испугает? Никто ничего не боится. Поймите. И никто никого не может изменить. Это может сделать только Иисус Христос. Вы думаете, со мной родители не воевали? Мне отец говорил, в церковь надо идти. Я говорю, какая церковь? Я в жизни не пойду в твою церковь. Я такое говорил. Я каюсь за эти слова. Прошу прощения. Это было оскорбление. И я не просто хожу в церковь. Я служу. Я проповеду теперь Евангелие. Проповеду Слово Божие. А кто это сделал? Это не отец сделал. Это сделал Бог. Да, он молился, и Бог по его молитвам сделал. Но это сделал Бог. Только Бог мог исмирить буйного человека. Бунтаря. Сын-бунтарь. И знаете что? Вот за те грехи, которые сделал человек, должен был кто-то расплатиться. Бог не принимает такие вещи, как деньги, золото. Он просто это сотворил. Для него это ничто. Для него плата должна быть другая. Кровь. Послушайте. Ангелы крови не имеют. И ангелы находятся совершенно в другом статусе. Вот есть Бог. Бог Отец. Бог Сын. И Бог Дух Святой. Да? И Бог сотворил человека. Он сказал, давайте сотворим человека. По образу нашему и подобию нашему. И вот Бог творит человека. И вы знаете, что за человека теперь нужен заплатить кто-то кровью. И Бог не может взять и на жертвенник положить ангела, самого мощного, самого лучшего, и принести его в жертву. И сказать, все, нормально, меня отпустило. За все грехи, за все беззакония человека, знаете, все теперь прощены, все грехи нет. Жертва должна была находиться в статусе Бога. Представьте, эта жертва настолько должна была быть большая. Вы знаете, есть такое понятие, понятие мести. И вот в южных странах, мне один южный человек рассказывал, что у них в Осетии, если один убил другого, то семья убийцы становились все, все родство на колени, и на коленях от своего дома шли к его дому просить прощения. На коленях. И это не факт, что тот, пострадавший еще отец с матерью, братья и все, они прощали. Не факт. Но они вот так вот смирялись и на коленях шли, потому что у мести есть большая сила. У мести есть большая сила. Человек, знаете, иногда, вот который уже просто ослеплен местью, да, кто-то ему так сильно навредил в жизни, а так оскорбил. Он говорит, все, убью. Понимаете? И живет только с той целью, чтобы отомстить, убить кого-то там, знаете, тому, кто ему принес. И не что-то ему предлагай. Нет. Он говорит, вот ты мне сделал, я тебе сделаю. Я не успокоюсь, да. Есть такое. Не отомстил и не успокоится. Не успокоится. Вы знаете, что Бог пока не наказал грех, он не мог успокоиться. Он не мог сказать, что человек имеет право жить со мной. Этого не могло быть. Поэтому он наказал сына. Принес жертву. Ему надо было родиться, прожить жизнью человека. Ни одного греха не сделать. Быть святой и непорочной жертвой. И также находиться еще в статусе Бога. Кто это мог быть? Только Иисус. Только Сын Божий. Никто эту работу тяжелую сделать не мог. Пророки погибали, неся истинную правду. Их убивали. Правду никто не любит. А это люди правды. Люди истины. Их убивали за это. Но это не меняло жизни людей. Но когда Иисус умер, вот где история поменялась. И теперь, кто такие верующие люди? Настоящие верующие люди, это те, которые приняли личности Иисуса Христа. Они не просто сказали, я верю, потому что мне рассказали. И я вдруг поверил. Да, это начальная стадия. Тебе говорят, тебе говорят о Боге, ты начинаешь верить. Но потом за тебя никто этого не сделает. Так же, как за тебя никто не может поесть. Попить. Поспать. Прожить эту жизнь. Ты ее проживаешь. И ты берешь, и тебе говорят, ты хочешь попробовать Бога? Ты говоришь, да. А сам еще даже не понимаешь, что это такое. И тебе говорят, молись со мной. Ты молишься. Бац! И ты потом просто осознаешь. Моя жизнь изменилась. У меня мысли другие. Я живу. У меня желания другие. И я, кто это сделал, кто на генетическом уровне, кто-то внес перемены. И это Иисус. Рождество – это великая-великая любовь Божья. Вы поймите, что шкодников, нас, людей, которые просто сделали Богу больно. Поймите, при всех благах человек просто развернулся, знаете, и ушел от Бога. Просто, знаете, как говорится, нож в спину всадил. И Бог при этом, при всем, при предательстве человека берет и посылает Сына, чтобы вернуть человека. Это ли не любовь? Расскажите мне, кто из богов, если кто-то претендует на правоту своей религии, расскажите мне, кто из богов, назовите мне имя, мог отдать свою жизнь за человека? Кто? Назовите мне такое имя. Я могу сразу назвать это Иисус, но вы не сможете назвать. В каждой религии от человека требуется это, 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 это. А в христианстве от тебя ничего не требуется. Просто тебе говорят, протяни руки, и тебе дают самый дорогой подарок. Открой свое сердце, и Бог входит и прощает все твои грехи. Просто пойми, что если твои грехи не прощены, значит, ты выбрал путь, что ты сам за них расплатишься. Ты сам за них расплатишься. И Бог говорит, ну ладно, если ты выбрал расплачиваться, иди, но ты не сможешь это сделать. Ты будешь мучиться в преисподней, в аду, но ты не сможешь расплатиться, тебе нечем платить. Вот почему дьявол никогда не сможет покаяться. Есть верующие, которые верят, знаете, в такого гуманного Бога, который простит в итоге все человечество. Ад он уничтожит, и все, кто там простит, и дьявола простит. Поймите, это нечестно. Бог справедливый. За дьявола кровь не лилась. У него нету духа покаяния. У нас был дух покаяния. Почему? Дух Святой коснулся меня, и я понял, что я грешник. Вы что думаете, я не знал, что я грешник? Я знал, что я грешник. А тут, когда Дух Святой тебя касается, ты осознаешь, что ты грешник, и ты просто себя противно чувствуешь. Мерзко во грехах. И ты говоришь, Господь, прости меня. Это дух покаяния. Поэтому давайте сейчас будем молиться. И благодарить Бога за Иисуса Христа. Это так здорово. Это так классно. Мне так страшно просто подумать, если бы Иисус не родился в моей жизни. Я даже думать не хочу. Мне страшно, мне неприятно даже об этом думать. Я просто настолько вот до сих пор имею страх Божий. И знаете, вот трепет такой. Иисус, спасибо, что родился и не прошел мимо моего грязного сердца. Я так благодарен тебе этого просто. Я просто это не заслуживаю. Но это ты сделал. Я просто счастливый человек. Я просто счастливый. Я хочу, чтобы таких счастливых людей было больше вокруг меня. Я хочу, чтобы люди спасались. Чтобы Иисус рождался в их сердцах. Рождался в их сердцах. Почему? Тогда порядок в жизни человека наводится. Счастье, радость. Вечная жизнь. Дьявол не имеет никакой власти. Он может кусать, атаковать, но он не имеет власти. Ты на территории Бога. И поверь, что самое лучшее время – это впереди, это с Иисусом. Не без Него. Не надо заблуждаться. Не построим мы никакой мир лучше без Бога. Только вместе с Иисусом. Взял Его за руку и не отпускай. До конца, что бы с тобой ни произошло. Помни, только с Ним до конца. И все, кто меня переманивают, это все происходит так же, как в Еденском саду. Тебе приносят информацию, через которую убить тебя хотят. Не принимай эту информацию. Если ты уверовал в Иисуса, никакую информацию мне больше давать не надо. Меня это изменило. Мне это помогло. Я стал новым творением. Я стал новым человеком. Все в моей жизни наладилось. Я иду за Иисусом к Нему. Куда ты идешь? К Нему. Я с Ним. Он мне приготовил место. Все. Я счастливый человек. Что я делаю? Я еще с собой беру. Я беру свою семью. Я беру окружение. Вас, телезрители. Все с нами. Куда? К Нему. Он это так захотел. Он родился для того, чтобы спасти людей. Будь тем человеком, которого Он спас. Просто прими Его. Прими свое спасение. Спасибо.